О самых ярких и запоминающихся моментах большого проекта «Наши таланты. Тебе. Беларусь» говорить нелегко. Посетив фестиваль, создалось полное впечатление, что на сцене не любители, а настоящие профессиональные артисты. В конкурсе приняли участие 9 учреждений культуры Брещины. Среди претендентов на победу – Клуб Открытого акционерного общества Жабенковского сахарного завода. Артистам этого трудового коллектива удалось запомниться зрителю своим фееричным выступлением. Самобытность, яркие наряды, сильные вокальные данные и даже ходули. Творческую летопись Брещины писали, пишут и продолжают писать люди амбициозные и, конечно, талантливые. К примеру, Галина Киселевич. Она представляет Брестский электромеханический завод. Говорит, что несмотря на то, что выбрала статичную и шаблонную профессию, в ее судьбе творчество не просто часть повседневной жизни, оно как образ жизни. Это вся моя жизнь. Я просыпаюсь с песней, засыпаюсь с песней. Я иду, уставшая на репетицию, и у меня такие мысли одолевают. Зачем я сюда иду? Я так устала. А после репетиции мы просто как зайчики прыгаем, идем домой. Я работаю в санатории Надея культорганизатором. Вся работа моя связана с людьми, с творчеством. То есть проводим развлекательные программы, концерты. Сегодня мы приехали просто за победой. Санаторий Надея, то есть надежда в будущее. И мы надеемся, что победа будет за нами. Профсоюзное творчество укрепляет свои позиции на Брещене. Достаточно уверенно дебютный фестиваль объединил порядка 500 берестейцев. Областной этап состоялся в формате конкурса тематических концертных программ продолжительностью до 30 минут. К слову, серьезных ограничений и требований не было. Берестейцы проявляли себя во всех видах и жанрах художественного творчества. Индивидуально и коллективно. При большинстве заводов, при большинстве фабрик, при большинстве больших холдингов существуют клубные учреждения, куда наш трудовой народ ходит во время того, после своих трудовых обязанностей, идет и организует свой досуг. И Федерация профсоюзов в Беларуси как раз-таки очень большое внимание уделяет не только правовой, технической инспекции на рабочем месте, но и мы очень внимательно следим, чем наш человек труда занимается после. А вот как раз-таки чем он занимается после, можно увидеть на этом фестивале. Это конкурс концертных программ, где каждое клубное учреждение показывает свои таланты, именно таланты людей, которые кроме того, что работают, кроме того, что у них есть основная работа, они еще талантливы в творчестве, и вот у них есть такая возможность показать себя с самой лучшей стороны. Это радует, потому что наш народ не только трудится, но еще обладает рядом талантов. Заключительным аккордом Большого концертного дня стало награждение победителей. Первое место досталось представителям культурно-спортивного центра унитарного предприятия Барановическое отделение Белорусской железной дороги. К слову, областные этапы конкурса уже состоялись в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Бресте. Сегодня проект проходит в Гродно, а в декабре на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов состоится финал конкурса, в ходе которого определится сильнейший. Это не только праздник творчества, но и повод выработать новую стратегию развития культуры и досуга трудовых коллективов. Сегодня уже во время круглого стола многие говорили, что, вы знаете, вот мы приехали, нас 100 человек приехало, 2 автобуса, но нас на самом деле творческих людей на заводе очень много, 300. Вы в следующий раз приезжайте к нам, мы вам такую концертную программу покажем. Поэтому это тоже во время круглого стола инициативы, которые проявляются, мы тоже будем их поддерживать. Ну и может быть в следующем году фестиваль уже не будет собирать на своей площадке, а поедет к людям на рабочие места. Ярким завершением большого фестиваля стал историко-культурный мюзикл «Семь таемниц Беларуси». Семь аспектов того, почему мы должны любить и уважать народные традиции и свои корни. Это совместный проект Республиканского дворца культуры профсоюзов и Белорусского государственного университета культуры и искусств. В ходе представления зрители познакомились с особенностями национальной культуры, историей и традициями. Продолжение следует...